Всем привет! Хочу показать небольшой обзор замечательного отеля под названием NAR. В переводе NAR с турецкого это Гранат. Вот так вот выглядит вход в отель. Отель построен в 2002 году и полная реновация отеля проведена в 2020. В отеле предлагаются спа-процедуры. Вот так бар выглядит со стороны улицы. Расположение отеля очень удобное. К центру города он расположен где-то порядка 400 метров. К морю пройтись вам придется в эту сторону порядка 200 метров. Ну а к замечательной всем известной улице Лиман всего 100-150 метров. При входе в отель попадаем сразу на ресепшн. Здесь работает очень внимательный отзывчивый персонал. Сразу вам предложат чай-кофе. Вот так выглядит ресепция. Здесь же есть в котловных отелях литература, кондиционер, картины. Можно поиграть в шахматы. Имеется большой телевизор. Здесь устраивают просмотры футбольных матчей. Для туристов есть доска объявлений, где можно ознакомиться со всеми новостями. Отдыхающие могут воспользоваться утюгом. Кто-то пришел, оставил. Если надо, можете брать и пользоваться. Вот так выглядят коридоры, по которым передвигаются туристы к своим номерам. Такая как бы блочная система. Отдельно стоящие, но соединенные между собой корпуса. Лестница. Здесь лифт отсутствует. Лестница удобная для передвижения. С короткими пролетами. Вот так все выглядит. Свежий воздух. Утро. Номера в отелях, как правило, двухместные. С двуспальной кроваткой можно заказать. Можно заказать трехместный. А также можно заказать для детей кровать. Так называемую двухъярусную. Имеются детские кроватки. Так, ребята, сейчас покажу небольшой обзор комнаты. Номер 201. Это как бы считается первый этаж. Вот так выглядит комната на ротеле. Значит, это обычный стандартный номер. Двуспальная кровать. Две тумбочки. Картинка. Необычная. Значит, балкон. Телевизор. Холодильник работает. Телевизор работает. Видите, программы переключаются. Есть два пульта. Значит, это пульт на кондиционер. Он же работает и на тепло. И телевизор. Вот такой вот холодильник. В холодильнике пока пусто. Кондиционер работает на тепло. Без проблем. Ключ, как и во многих отелях, вставляется. Электрика заработала. То есть, отдельно оставить электрику и ключ не получится. Кольцо специально запаяно. Чтобы не умничали. Занузел, ребят. Ну, ничего сверхъестественного здесь нет. Обычная душевая кабинка. Горячая вода есть. Но только единственный недостаток этого всего, что горячая вода только днем. Вот полотенечко. Сушилка. Фен, кстати. Фен работает. Туалет. Хотел бы сказать, два в одном. Да, это присутствует функция. Вот, пожалуйста, смотрим. Ну, наверное, не в этот раз. Вот. Мыло жидкое есть. Полотенечко есть. У кого электробритва, можно подключиться на стенки из резинка. Свет присутствует. Ну, свет не яркий, но этого вполне достаточно. Так, ну что. Вот такая комната. Еще раз показываю. В принципе, все неплохо. Балкон. Вот давайте выйдем на балкон. Балкон довольно приличный. Значит, что на балконе присутствует? Два стульчика, столик. Как закрывается дверь. Видите, все. В общем-то, продумано до мелочей. Нормально. Присутствует свет. Где он включается? Включается при выходе из комнаты. Это... Вот. Мы его выключили. В отеле имеется бесплатный Wi-Fi. Вот сейчас мы находимся как раз вот в зоне отдыха. Это небольшой такой дворик отеля. Посмотрим на него со стороны. Сейчас вот только наполняется бассейн водой. И отдыхающие могут пользоваться бассейном. Всего в отеле два бассейна. Как бы большой, глубина которого стандарт метр сорок. А также детский бассейн. Лежаки удобные. С так называемыми матрасиками. Располагаться комфортно. Рядом с бассейном есть джакузи. Отель имеет четыре этажа. Как бы минусовый этаж. И три этажа вверх. Вот второе дерево. Так тоже между корпусами располагается. Такая картина. В этом корпусе промо-комната. Вы через нее как бы балкон, дный балкон. Вот вход имеется с этой стороны. В отеле организовано трехразовое питание. Питание достойное. Немножко покажем. Вот так вот выглядит на площадке. Столики, где отдыхающие принимают пищу. Здесь имеются навесы. Зона барбекю. Готовят мясо на гриле. Рядышком бар. Сейчас его реконструируют. Но это все будет быстро. Едино-разовый отель может принять более 200 человек. Но до 200 человек это точно. Значит, питание здесь организовано. Отдыхающие самостоятельно. Отдыхающие самостоятельно могут воспользоваться в любое время. Попить турецкий чай, кофе-машина, водичка, вино. Ну, это за отдельную плату. Сейчас отель готовится к завтраку. Можем показать, что нам предлагают на завтрак. Сыры, колбаска. Как обычно, в большом ассортименте овощи. Вареные яйца, молочный суп, колбаска, омлет. Все в ассортименте. Окей. Во всех номерах отеля присутствует спутниковое телевидение. Ну, интернет и говорил, круглосуточно. В отеле работает очень-очень веселый, отзывчивый и внимательный персонал. Телефон для контактов оставлю в описании. Ну, на этом заканчиваем. Всем пока.